Играй громче Португалия 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 Соответственно, подсказал, говорит, Никита, посмотри, вот есть прикольная лига португальская. Там журналист хороший, говорят, да? Да, журналист вообще в порядке. Соответственно, посмотрел, связался с руководителем лиги, мне все рассказали, показали, что к чему, как будет строиться турнир, какие наши перспективы, какие наши перспективы развития, еврокубки, хорошие обзоры, фотосъемка. Ну, совокупность, соответственно, этих факторов привела к тому, что мы все-таки выбрали португальскую лигу. Все матчи в общей сложности вы провели в португальской федерации, так ее назовем. И первый матч был очень неудачным для вашей команды и очень удачным, опять же, для того же самого журналиста. Вспомню эту игру, все-таки мне приятно ее вспомнить, тебе не очень, но все-таки в чем были причины такого серьезного поражения 1-5? Ну, поздравляю тебя с этой победой. Вот, соответственно, да, для нас это очень неприятное поражение и такое болезненное, можно сказать, на нас сказалось. Мы рассчитывали на победу. Мы вообще хотели бы выиграть этот кубок, показать сразу Португалии, что мы можем, зайти с какими-то очень большими амбициями, но, к сожалению, не получилось. Где-то подвела реализация, опять же, ты был на матче, тоже видел. Не игра, а у тебя больше всего. Да, как строилась игра. В принципе, моя команда владела больше мячом, владела больше инициативой, но твоя команда, опять же, очень остро колола контратаками. То, что мы не забили, соответственно, сразу идет контратака, мы пропускаем, потому что где-то не успевали защитники, первый матч в сезоне, плюс на улице было холодно, новый стадион, у всех эмоции. И, соответственно, из 20 моментов, которые мы создали около ворот Браги, мы забили только один момент, и то, по-моему, с пенальти, насколько я понимаю. Нет, с пенальти вы не забили. А, не забили, да, с пенальти, мы еще и пенальти не забили, вот, плюс ко всему. Если мы все-таки возвращаемся к делам чемпионата, 6 туров позади, и хотелось бы у тебя спросить, доволен ли ты, в принципе, результатом, 4 победы и 2 поражения. Понятное дело, что хочется всегда только победы и только их, но не все получилось, как я понимаю. Но все же, учитывая то, что вы играли с, наверное, главным фаворитом этого чемпионата Ориентау, мы проиграли, ну, в принципе, в более-менее равной игре, как мне показалось в этом случае по видео. И обидное, наверное, поражение от спортинга. Все же, это максимум или Адосы, или все-таки можно сильнее? Нет, это абсолютно не наш максимум, это, наверное, где-то наш средний уровень. Мы только, наверное, вкатываемся в сезон. Опять же, есть новые люди в команде, которые пришли. Нужно помочь людям собраться с мыслями, понять, что от них требуется на поле, понять, как действует наша команда, и, соответственно, тогда Элеадос работает на полной мощности. Поражение, если брать, которое последнее было от спортинга, да, оно очень болезненно. Ну, чуть попозже. Да, ну, тогда в целом, да. Нет, результатами я команды где-то недоволен. Можно сказать, на 60% вот мы выполнили тот минимум, который должны были сделать. Ну что ж, друзья, теперь мы переходим непосредственно к матчам этого тура и смотрим противостояние Элеадоса и спортинга, в котором спортинг выиграл с учетом 4-3. Ну что ж, Никит, первый вопрос. Как тебе новое поле? Потому что, во всяком случае, я не знаю, играли ли вы на труде до этого или нет, но португальских команд не заглядывали ни разу. Угу. Наши ребята, многие играли на труде, потому что, можно сказать, у нас команда такого одного района, Даниловский, ребята, большинство с Тульской. И, соответственно, кто-то занимался в Нике, кто-то просто приходил играть на эти поля, соответственно, эти поля нам в большей степени знакомы, да. Но, наверное, опять же, сказался фактор нового поля, и вот такой результат из этого, наверное, получился в той же степени. Ну что в первую очередь может списать поражение? Это какие-то ошибки персональные, либо это командный какой-то командный недочет, либо что-то еще? Говорить о персональных ошибках не буду, потому что, ну, не имеет смысла, да, проиграла команда, а не какой-то конкретный игрок. У нас, по крайней мере, так заведено в команде, и мы никого не обвиняем, если поражение, то берем все на свои плечи вместе, проходим какие-то трудности. Вот, конечно, да, где-то были какие-то индивидуальные ошибки, но не без этого, что теперь поделать. Очень большое невезение, опять же, матчи со спортингом, ну, здесь что же поделать. Матч закончился после драйки кулаками Нимаши тоже. Спортинг, соответственно, поздравляю с победой, молодцы. Ну, использовали ли моменты? Использовали свои моменты, да. Мне кажется, здесь вот первые два мяча в ваш ворот, это ошибки голкипера, уж я не знаю, признаешь ты это или нет, всего того, что он твой одноклубник, но все-таки ошибки, как мне кажется, очевидны. Ну что ж, хотелось спросить, вот именно после таких двух обидных мячей, как можно было вернуться в игру, и как у вас это, собственно, получилось, учитывая, что вы счет сравняли? Ну, на перерыв мы ушли со счетом 3-1, да, пропустили два, даже, можно сказать, три, наверное, каких-то нелепых гола. Ну, это и футбол, такое случается. В перерыве я ребятам сказал, что, ну, ребят, мы нос не должны опускать, потому что, в конце концов, мы сильный клуб, мы боремся за призовые места, в том числе и за чемпионство, да, как бы хотим бороться, по крайней мере. Если мы сейчас с таким настроем будем выходить, как в конце первого тайма, да, то есть, как бы, ребята, все поняли, то, что игра не идет, все плохо, 3-1 счет, ну, соответственно, объясним то, что, ребят, давайте соберемся с мыслями и покажем, на что мы способны реально. Вот. Ну, что-то у нас начало получаться, но дальше смотрим, да. Может быть, эмоций не хватило команде, или все-таки с этим проблем нет? Нет, с эмоциями все было в порядке, опять же говорю, не хватило какого-то конкретного везения, где-то, вот, опять же, как с четвертым голом спортинга, где-то расслабленность, возможно, здесь тоже моя ошибка, я не доглядел за игроком, возможно, где-то думал об атаке больше и планировал как можно скорее вынести мяч вперед, забыл о том, что нужно опекать игрока нападение спортинга, но вот, ну, что получилось, то получилось, к сожалению. Ну, что ж, проиграли матч, вот, теперь вы, собственно, имеете столько же очков, сколько и у Спортинга, и сколько и у Белиненцыша. Рассчитывали, как я понимаю, все-таки на немножко иной исход после шести туров, да? Все же, какие дальнейшие действия? Побеждать. Только побеждать. В Лятос больше нет других задач и требований, только победа. То есть, как бы, мы заходили и в немецкую вторую лигу с такими же амбициями, где мы стали как раз серебряными призерами, тоже там не хватило. Нам где-то, возможно, где-то мастерства, возможно, где-то сборной на игру, чтобы был стабильный, но также стоит отместить там команда Кёльн была, да, которая выиграла уверенно чемпионат. Которая сейчас очень неплохо смотрится в Бундесе. Да, 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 они на самом деле хорошие команды, о них там ничего плохого не могу сказать, ребята молодцы. Нам с ними было тяжело реально бороться, мы проиграли два матча, примерно, кстати, первый матч с Кёльном у нас был похожий, 3-1 проигрывали, сравняли 3-3 и 4-3 проиграли. Вот, второй матч, конечно, мы проиграли, там, зачастую 3-0, ну и, соответственно, Кёльн нас обогнал по всем статьям. Хотел, кстати, спросить, на счет Бундеслиги могут ли футболисты, условно, Элиадос играть за Элиас и футболисты из Элиаса играть за Элиадос? Нет, к сожалению, не могут, не знаю, по какой причине, я знаю точно то, что не могут. Ну и последний вопрос по игре со спортингом. Кто тебе больше всех запомнился из команды Миркина? Все-таки они выиграли, и кого ты сможешь отметить в первую очередь? Кого в первую очередь отметить? Ну, наверное, габаритных нападающих, да, грамотная выстроена у них тема, конечно, спортинга, в плане того, что габаритные напады, да, это круто, с ними тяжело бороться. Верховую борьбу лично я проиграл, ну, все, я даже в нее, наверное, где-то не ступал, ждал, пока мяч опустится в ноги, возможно, где-то, опять же, это неправильно, ну, не знаю, я действовал так. Наверное, отмечу, да, двух нападов, которые здоровенькие такие, молодцы, да, хорошо, помогают команде. Ну, ладно, проиграли и забудем, перейдем к следующему поединку, это противостояние Пасуши и Браги. Вопрос перед обзором, чего ты ожидал от этого матча? Пасуши и Браги, я ожидал хорошей игры в первую очередь, да, честно говоря, рассчитывал на, даже не рассчитывал, я думал то, что Брага выиграет, потому что, как показал кубковый матч, как показали первые матчи и Браги, я знаю то, что у вас есть техничные игроки, есть быстрые, есть с ударом игроки, это очень круто, и, соответственно, исходя из той игры нашей с Пасуши, я сделаю такое то, что Брага должна выиграть этот матч. Ну, вот, сейчас мы увидим обзор, скорость была, а голов не было, ну, что ж, смотрим видеообзоры нашего матча. Итак, Пасуши Брага, мы перемещаемся в Кунцево, в стадион, на котором много раз играли, по-моему, все коллективы нашего чемпионата, ну, что ж, в принципе, с первых минут стало ясно, что игра будет равная, однако во второй половине встречи, как мне кажется, все-таки у Браги было преимущество, потому что нужно было отыгрываться, во что бы то ни стало, ну, и вот в самом начале поединка, Керимов в девятку отправляет прекрасный мяч, наверное, один из лучших мячей этого тура, потому что так попасть не каждый сможет, и так между защитником и своим игроком, и еще над другим защитником, и между защитником и вратарем пробить. Классный удар получился. Да, получился классный удар, здесь ничего не скажешь, но Брага продолжал атаковать, и, в принципе, можно сказать, что и где-то вторая половина первого тайма все-таки осталась за ней, однако все же не смогла реализовать свои моменты, собственно, как это часто бывает, но вот здесь всеми любимые журналисты и капитан Браги делают прекрасный привоз, как ты видишь, и после этого... Да нет, здесь не добежали, а здесь просто привоз, обрез, и Керимов делает дубль после того, как он на пустые ворота выдает передачу его партнеру. Вот здесь ты должен все-таки был ближе к игроку, чтобы не устремлялся. Так я не успевал, я уже не успевал, понимаешь? Ну, возможно, слово будет. Вот, но что нужно отметить, все-таки моя команда не опускала руки и продолжала атаковать, и, собственно, Мираб Базаев очень неплохо действовал, очень много собрал на себе фолов и желтой карточки, не раз получали футболисты Пасуши, но все же как-то не хватало какого-то везения, не знаю, может быть, еще чего-то, но в данном эпизоде после удара Годорожа Еремян сыграл на добивание и сократил отставание. В принципе, можно сказать, что 10 где-то защитники не доглядели за подбором, в принципе, подбор оставался за Брагой по ходу всего матча, и это, собственно, игроки Пасуши признали, ну, нужно отдать должное подопечным Выгонова, потому что они действовали очень недурно, и во втором тайме, когда им нужно было просто уже, ну, не то чтобы просто, нужно было додержать этот счет, дотянуть до последних минут, до финального свистка, они смогли это сделать, и, собственно, со своей задачей они прекрасно справились, но, честно, я не знаю, попал ли в обзор тот самый эпизод, о котором Брага уже говорит целый день, мы сейчас с тобой увидим, но вот что ты можешь сказать по матчу, вот увидев две минуты обзора. Равная игра абсолютно, Брага атакует чуть больше, но хотел только что сказать, думал, сейчас голом закончится. Да нет, уже больше голов не будет за этот матч. Не будет, да, я понял, но равная игра, да, вот где-то какие-то вот разрывы в линии вижу, да, но, опять же, не хватает индивидуального мастерства. Ну, мне кажется, разрывы связаны с тем, что Брага все-таки пошла вперед и немножко оставила свои оборонительные редуты. Ну, это нормально, в принципе, в футболе такое случается, да, где-то нужно более концентрированно подходить к таким моментам, более ответственно. Вот неплохой момент, да, был. А, ну, вот все-таки мы не увидели самый опасный момент, там Холика дороже пробил с трех метров, пустые ворота попал в перекладе, вот. Ну, собственно, наверное, об этом матче уже все, потому что мы можем сказать, что была равная борьба и Пасуш с Брагой действовали действительно, ну, наверное, как команды одного уровня, но все же Пасуш оказался сильнее и, в принципе, наверное, это заслужено, раз он оказался победителем этого матча. Давай вскользь пробежимся по двум главным разгромам всего этого чемпионата, хотя Фейеренце повторил свой самый неудачный результат, который у них был в матче с Оренталом в этом туре с Бельнецешем. 0-14. Какие могут быть комментарии по этому матчу? Мне странно видеть такие счета, если честно. Не знаю, насколько нужно бросать играть, даже если ты видишь, что соперник сильнее, но все равно нужно как-то бороться, показывать себя, показывать зубы. Хотя бы там, ну, меньше десяти какую-то цель себе поставить, чтобы меньше десяти пропускать против лидеров. То есть, если ребята не могут там как-то на равных бороться, то хотя бы какие-то цели там поставить, чтобы меньше и меньше с каждым матчем пропускать. Получается, команда выходит и два раза получает по 14. Для меня это как бы странно, выводы, получается, не делаются у ребят. Ну, не знаю, не знаю, как ребята будут дальше по чемпионату. Конечно, буду рад, если они соберутся с мыслями, да, будут как-то более ответственно подходить к играм. Но, конечно, такие счета не хотелось бы видеть, потому что это ни к чему это не красит. Ну, вот ты удивился счету 0-14, я тебе больше скажу, и счет 18-0. Да, и про этот твой вообще матч я даже не хочу ничего говорить. Ориенталь с победой, конечно, поздравляю. Капитан Саш, молодец. А в 18-е это, конечно, да, вообще не серьезно. Ни в какие ворота это, можно сказать, не лезет, как говорится. Я думаю, бессмысленно говорить о том, что есть в лиге два явных аутсайдера чемпионата. Между ними развернется борьба за одиннадцатое место или все-таки кто-то сможет как-то хотя бы за десятое побороться со Штарилом тем же? К сожалению, думаю, нет. Безвыходное положение у ребят, если они так продолжат играть, опять же повторюсь, если они продолжат так же играть, как сейчас в последних турах, да, так же безответственно где-то, можно где-то после десяти голов там уже успокоиться, пускай там ребята забивают дальше. Если, конечно, приятно такая игра, такие щита, то, конечно, они так и будут между собой там барахтаться внизу и получать там по десять-двадцать голов. Ну, соответственно, если соберутся, если придут в какую-то оптимальную форму свою, либо сделать какие-то приобретения правильные, грамотно усилить свою там линию полузащиты, либо линию атаки, чтобы были голы. Потому что, опять же, очень большой вопрос, почему нет голов, то есть, да, как бы ноль ребят, хотя бы могли бы один-два забить, но даже этого нет. То есть, они вообще, получается, как бы, ну, нет моментов даже. Очень тяжело быть. Дай бог, чтобы твой настрой передался и играть конференция, и яру. Ну что ж, переходим теперь к одному из самых, наверное, интересных матчей этого тура. Во всяком случае, с самыми красивыми забитыми мячами этого тура абсолютно точно. Виторий играл против Аштарева. Давайте посмотрим, как это было впервые. Матч чемпионата Португалии игрался в субботу. Ну что ж, опять же, мы на футбольном поле в Кунцево. И, как я напомню, матч проходил в субботу. Достаточно непривычный день для нашего чемпионата. Но вот мы видим, с первых же минут Витория забрала инициативу в свои руки. И можно сказать, что, в принципе, она должна была выигрывать больше, чем 2-1. Но мы сейчас увидим по ходу матча, что вратарь творил какие-то немыслимые чудеса и вытаскивал просто команду Басова. Но, собственно, Трифонов и компания делали практически весь матч все, что хотели. Но все же забили всего лишь 2. И, собственно, у Витории не могу сказать, что это какая-то основная проблема. Но очень часто ребята не реализуют все свои моменты. Во всяком случае, в этом все не. Это мое личное мнение. Но здесь Макс прекрасно кладет после подачи Николаевского один из самых красивых мячей. Я думаю, с Цельдаром Кирилловым он поспорит вполне. Пока, я думаю, комментарии излишни, да, Никит? Потому что мы видим только кадры, атака Витории, да. Абсолютно точно. Могли ли сказаться как-то в матче «Ваматай рукопин» на прошлой неделе на игре «Иштарила»? Да нет, не думаю. Мы все-таки не профессионалы, чтобы говорить о том, что у нас 2 матча на неделе это тяжело. Профессионалы точно вообще не должны говорить об этом. Да, понятно дело. В том-то и дело. Соответственно, мы не можем вообще не имеем права даже об этом заикаться. Потому что, наоборот, мы должны только радоваться тому, что у нас есть 2 матча на неделе. У меня такой возможности нет. Там проблемы какие-то есть. Ох, какая ванночка. Да, гол прекрасный, конечно, забил Иштарил. Молодец. Соответственно, нет, никак не могу сказать, что там на них должно было сказать, что 2 матча на неделю нет. Наоборот, ребята должны только рады быть и, соответственно, должны им только помочь сыграться лишний раз. Вратарь здесь не упустил позицию? Мне кажется, нет. Без шанса был удар, четко перекладину. Такие не берутся, да? Скорее всего, нет. Возможно, вратарь какого-то там высокого класса, прям супервысокого, он бы, наверное, вытащил. Вратарь любительского футбола, наверное, нет. Какой бы вратарь профессионального футбола? Игорь Конфиев. Да, ответ у нас с тобой абсолютно идентичный в этом плане. Ну что ж, Казакбаев здесь вот убегает от игроков Иштарила, пасуется со своими партнерами и забивает в девятку. Что не мяч в этом поединке, то красота и можно, по-моему, в хит-парад голов всего сезона спокойно владеть. Ну вот, видишь, у нас здесь дружба намечается между игроками Виттории и Браги, потому что футболист нашего клуба Женя Ротанов все еще душой, наверное, Виттории обнимается с Казакбаевым, что тут приносит победу Виттории. Ну, пока еще было не ужасно, что он ее приносит, однако этот мяч очень много, как мне кажется, этот мяч очень много предрешил в этом противостоянии. Но все же Виттория продолжает атаковать, пытается забить третьего, укрепить преимущество, но вратарь творит чудеса. Стоит отменить вратаря, да, вратарь здорово. Это гонбольные сейлы, конечно. Да, 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 он похож даже на такого вратаря, можно сказать, гонбольного, и по гонбольному вручал свою команду. Ну, красавец, в том же духе, самое главное, продолжать, от него будет много пользы команде. Виттория одерживает свою первую победу, вы играли с этой командой и разгромили ее, что можешь сказать по перспективам этого коллектива? Ну, и примерно хотя бы какое место займет? Ну, примерно какое место займет, пока что, наверное, рано говорить, да? Ну, нет, не седьмой, не восьмой, а в десятки, условно говоря. Ну, если будут стараться, то в десятку, да, попадут. Ну, опять же, если сравнить, а Рока Ференса, да, как бы, есть две команды. Они из десятки, мне кажется, не выпадут. Да, ну, давай так. Восьмое, седьмое место, да, они будут хорошим результатом, да, прям отлично. Ну, а дальше там уже нужно смотреть будет. Вот, как-то так. Ну что ж, Виттория обыгрывает Эштарил 2-1, и мы быстренько перемещаемся к последнему поединку нашего обзора. Это противостояние Националу и Бенфике. Здесь, в принципе, не было какой-либо сенсации в плане итогового результата. Бенфика победила, опять же, заслуженно и, в принципе, достаточно разгромно с учетом 4-1. Однако Национал после первого тайма ввел с учетом 1-0. Давайте смотреть на этот матч. Ну, я думаю, первый вопрос, который я могу тебе задать, что ты не ожидал, что Национал сможет 30 минут ввести в матче с Бенфикой? Сто процентов не ожидал. И, если честно, я в голосовании перед игрой, я проголосовал за ничью. Почему-то, да, такие игры забивают Национали, очень классный гол. Он там рикошет был. Рикошет, но все равно как бы гол был, хороший удар с дальней дистанции. Нет ни этого факта, что это гол. Егор, пропятник опять, за которого меня очень сильно ругают, за то, что я его MVP сделал и никак не могу забыть сей факт. Ну, видишь, в начале второго тайма Бенфика сразу показывает, кто в доме хозяин. Вот, я не знаю, у команды Черненко, видимо, может быть, это какая-то, не знаю, их черта индивидуальная именно эта команда. Именно начинать играть во втором тайме, показывать свой истинный футбол во втором тайме. Ну и, наверное, хотелось бы у тебя спросить именно о Тёме, потому что он, наверное, один из лучших футболистов нашей лиги. Я думаю, тоже не будешь с этим спорить. Какое впечатление он производит как футболист, во всяком случае, по видео? Ну, конкретно что-то не могу по нему сказать, да, с ним, против него не играл, обзоры только видел, да. Ну, в порядке, да, парень хорошо кладет, хорошо убирает, хорошо заканчивает атаку. Молодец, с одним словом. В немецкой лиге он бы смог быть в списке лидеров? В списке лидеров? В бомбардиров, может быть. Там есть Артём Севастьянов в немецкой лиге. Не знаю, знаком-то, незнаком-то с человеком, это один из лучших бомбардиров. Ну, минимум, это представитель Элиса. Да, представитель Элиса, это один из самых лучших, да, что там, говорит, самый лучший игрок нашей команды, да. На счету Артёма, если мне не изменяет память, как раз сегодня день рождения, опять же, пользуйся случаем. Сев, поздравляйте вас с днем рождения, желайте всего самого хорошего, дружище. Я это не снимал, сейчас там будет футбол, понимаешь? Вот в момент того, как... А, все, понял, 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 ладно. Так, по поводу того-то, что, да, у Севастьянова есть 400 мячей, забитых за 200 с лишним игр, соответственно, это лучший игрок Бундеслиги, вообще лучший игрок состава Элиса. Артём, правильно я понимаю? Да, 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 тоже Артём, понимаю. Да, ну, возможно, да, хорошо бы себя мог показать, да, почему и нет. Национал продолжает атаковать, мы видим по кадрам этого матча, но все-таки не смог он хотя бы даже сократить отставание в счете. В целом, я думаю, это предсказуемая победа, и ты со мной не поспоришь в этом плане. Но все же, Национал производит впечатление очень такого крепкого коллектива, несмотря на свои поражения в первую очередь в матче со спортингом. Все же, где команде нужно прогрессировать, по твоему мнению? По хорошему счету, укрепиться на каждой позиции нужно, хотя бы по одному игроку. Хорошему, сильному нападению, полузащиту и защиту, соответственно. Вратарь вроде бы нормально, какие-то эпизоды тащит, какие-то нет, но это опять же приходит с опытом. От матча к матчу нужно набирать форму, соответственно, показывается лучший футбол. Ну, мне кажется, как-то так. К слову, Националу придется играть уже на этой неделе против Честерфилда по Мотео Уркапи. Первый матч в ЮР-кубках для команды Глеба Макарова. Я думаю, мы можем пожелать только этому коллективу удачи. И все же, играл ли ты когда-нибудь с Честерфилдом? Нет, не играл. Никогда не играл. Ну что ж, я могу сказать пару слов об этой команде, потому что приходилось с ними встретиться в летнем Кубке. Команда достаточно крепкая, там играют люди, так скажем, постарше, чем представители Национала. И я думаю, что команде Глеба придется играть от обороны вторым номером, как хотите называйте. Но, в целом, я думаю, что в двухматчевом противостоянии какое-то подобие матч на противостоянии Ювентуса и Барселоны мы можем увидеть. И если у Национала все получится в первом поединке, то во втором, я думаю, они выстоят. Еще один поединок у нас на этой неделе в Мотео Уркапи – это противостояние Браги и Специи. Ну, мы этой команде, конечно же, можем, Браги, конечно, мы же можем только пожелать удачи. Конечно, конечно, конечно. Победы, победы, удачи. Безусловно. А по Специи тоже, как я понимаю, ты незнакомый. Незнакомый, но видел, что ребята идут на втором месте в своем чемпионате. Да, в Серебене. Вообще у нас в Италии представляется одной из самых сильных лиг, наверное, вот после Испании. Она в списке топ каких-то чемпионатов у нас в Аматео Урлиг. Но все же, я думаю, Браги, в принципе, по плечу. Если, опять же, сыграть вторым номером. По зубам, ребята, надо выходить просто. Они вам по зубам, в смысле. Нужно выходить и побеждать. Как говорится, рвать когти, рвать газон и, соответственно, вырывать на морально-волевых победу. Возможно, и на морально-волевых, возможно, где-то будет легко. Дай бог, чтобы так было, конечно. Желаю, конечно же, Браги победы, удачи и всеразличных успехов в этом матче. Ну, можно только взаимно пожелать успехов Алиадосу и попадания в евро-кубки в следующем сезоне. Спасибо. Большой вопрос по турнирной таблице. У нас сейчас два четких лидера впереди. И они делят первое и второе место. Но у Ориентала лучшая разница забитых и пропущенных мячей. У Бенфики столько же очков. Будут ли решать две команды Орлов в чемпионской гонке судьбу победителя чемпионата? Либо кто-то еще сможет присоединиться к их дуэту. Я надеюсь, что и Браге присоединиться к их дуэту. Я надеюсь, что и Лиадос присоединится к их доэту. Я надеюсь, что и Спортин присоединится к их дуэту, надеюсь, что Benen weißers hier pasu. Хочется борьбы, хочется, чтобы не так было, чтобы две команды ушли в отрыв, и как-то они между собой-то начали разыгрывать. Это хочется все-таки какой-то плотности. Я обещаю, что наша команда будет бороться до последнего за золотые медали. Мы именно с этой задачей заходили в эту лигу Амбиции у нас очень большие Желание огромное И, соответственно, не дадим мы просто так Менталу и Бенфике стать чемпионами Ну, на этой мажорной ноте, я думаю, можно и попрощаться Что ж, у нас сегодня в гостях был капитан Леодос Никита Суфоров-Ильин Ну, а с вами был у вас ваш, наверное, Вечный ведущий программы Играй громче Португалия Артем Габрусов Ну, что ж, до новых встреч Собственно, я думаю, мы встретимся 15 мая На экранах ваших смартфонов и компьютеров До свидания